Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о научной статье одного научно-исследовательского института при корпорации Роскосмос, которая имеет следующую тему. Это разработка систем электроснабжения для питания космических станций, кораблей, которые летают на низкой орбите вдоль нашей планеты Земля. Так, что такое низкая орбита? Низкая орбита это, конечно же, та орбита, которая находится около Земли в пределах 200 километров, начиная от поверхности Земли до орбиты. И что там есть на низкой орбите? Там, конечно же, наши телевизионные спутники, спутники интернета, связи, в том числе военные спутники. Каждый космический корабль, каждый космический спутник имеется внутри множество электронного оборудования, которое требует для себя, прежде всего, постоянного бесперебойного питания электроэнергии. Но как это обеспечить? В принципе, мы можем поставить силовые аккумуляторы, которые будут работать в течение 10-5 лет. Однако, таких аккумуляторов с такой огромной емкостью и низкими габаритами у нас нет. Поэтому мы должны получать постоянную электроэнергию. Но как это получить? Конечно же, основным решением является это использование возобновляемых источников энергии. Однако, на открытом космосе у нас нет энергии. Ни энергии ветра, ни энергии воды. Есть только энергия нашего эффектива. Это, конечно же, нашей звезды по имени Солнце. И поэтому мы должны будем использовать солнечные панели. Однако, в настоящий момент существует только три вида сочных панелей. Это у нас монокристаллические, поликристаллические и аморфные. Однако, необходимо отметить, что основными требованиями перед полетом космического корабля для доставки энергетического оборудования, это, конечно же, первое, надежность, чтобы она не ломалась, чтобы она постоянно работала. И второе, малые габариты и малый вес. Однако, вторая категория, это имеет огромные проблемы. Поэтому, чтобы уменьшить габариты и вес солнечной электростанции для космоса, используют аморфные или простым языком, это у нас тонкопленочные панели, которые имеют очень даже маленький вес. Также необходимо отметить, для того, чтобы установить солнечную панель для питания космического корабля, необходимо использовать чего? Это у нас полная автоматика, полное решение, именно полное управление солнечной электростанцией со стороны центра управления полетом или же, конечно же, в ручном режиме. Однако, в ручном режиме это особо не используется, потому что космические спутники внутри, они не имеют особо, они не имеют в себе космонавта, они работают в автономном режиме. Поэтому, для того, чтобы снабить электроэнергией, космические спутники, телевизионные или интернет спутники, которые находятся на низкой орбите, прежде всего необходимо использовать легкие тонкопленочные солнечные панели. Также надо отметить, что из-за солнечной радиации поверхность солнечной панели быстро изнашивается. А именно это как решить? Поверхность солнечной панели в настоящий момент это у нас из стекла или же полимеров. Стекло быстро изнашивается, и она имеет огромный вес перед полетом. Поэтому используются полимеры, стандартные пластиковые поверхности для накрытия солнечных панелей, которые защищают от попадания, допустим, космической пыли, от солнечной радиации и от других механических факторов, которые будут преследовать спутниковый спутник, который летит на низкой орбите, в том числе от защиты при попадании космического мусора. Продолжение нашей статьи про электроснабжение космических спутников в условиях низких орбит планеты Земля мы продолжим как. Сейчас мы научимся различать виды солнечных панелей. Так, например, перед вами вот монокристаллическая солнечная панель мощностью 125 ватт. Она имеет высокую эффективность вплоть до 20% по коэффициенту полезного действия. Так, второй образец. Это у нас поликристаллическая уже солнечная панель мощностью 10 ватт. С помощью такой панели вы спокойно можете зарядить телефон или же подключить стандартную электрическую лампочку в энергоэффективном варианте. И последнее, третий образец. Это у нас танкопленочная солнечная панель мощностью 50 ватт. Так, почему она тонкопленочная? Посмотрите. Ее толщина буквально 5 миллиметров, 5-4 миллиметра. Она имеет поверхность, которая имеет из полимерного материала. И если у нас полимерный материал, поверхность, то налипание пыли не очень сильное. Но все-таки вам видно то, что здесь напыление. Это сделано специально в рамках нашего экспериментального исследования. И в итоге как можно определить вид солнечной панели. Поликристаллическая солнечная панель имеет различные примеси по металлам и она имеет темно-синий цвет. А монокристаллическая панель она отличается тем, что она выполнена из чистого кремня без никаких добавок. И она имеет полностью черный цвет. И поэтому все мы знаем то, что черный цвет более сильно поглощает в себя солнечный цвет. И поэтому коэффициент полезного действия гораздо выше именно для монокристаллической панели. И последнее, третье, танкопленочная панель. Как определить? Это у нас по толщине. Это у нас 4-5 миллиметров. Габариты не очень высокие и очень даже легкий вес. Примерно 1 килограмм на каждый на 50 ватт. И она имеет также черный цвет. В заключении данной статьи необходимо отметить следующие контрольные точки. Это необходимо обеспечить, чтобы данная солнечная электростанция для питания космических спутиков должна работать в бесперебойном режиме. Следовательно, необходимо использовать автоматическую систему управления из Центра управления полетов и Земли. Второй момент. Необходимо использовать только танкопленочные панели, которые имеют очень даже маленький вес и небольшие габариты. И третье, это, конечно же, следить за качеством произведенного оборудования. А именно, покупать данные солнечной панели у проверенных изготовителей и производителей, которые в настоящий момент есть в странах Юго-Западной, Юго-Восточной Азии и странах Европейского Союза. Спасибо за внимание. Все. Продолжение следует...